Господи, прошел час и я наконец-то кое-как настроила здесь камеру. Снимать на балконе просто невозможно. Всем огромный привет, меня зовут Аня, спасибо, что заглянули на мой канал. Как вы уже догадались по названию видео, мы будем говорить сегодня про маски. Про маски для такой кожи, как моя, проблемной, с высыпаниями, такой себе очень сильно стрессовой и вот это вот все. Поэтому, если вам интересно, если актуально, то погнали, сейчас все будет. Субтитры сделал DimaTorzok и будут у меня с кислотами. Это будет бюджетный вариант, это пэды от BioWorld. А здесь пилинг-пэды для проблемной жирной комбинированной кожи. Второй вариант, честно говоря, не очень помню, для какой кожи был. Возможно, для сухой, но кислоты для сухой зачем, не помню. BHA, аха-кислоты здесь у нас в составе. Смотрите, глубоко очищает поры, растворяет жир изнутри, успешно нормализует деятельность сальных желез, предотвращает появление акне, снимает воспаление. Аха эффективно обновляют, разглаживают кожу лица, отлично отшелушивают, стимулируют регенерацию, прекрасно повышают упругость, эластичность, сокращают морщины, помогают уменьшить гиперпигментацию. И здесь в составе есть масло чайного дерева, я в принципе масло чайного дерева эфирку мажу себе под нос, мажу себе на прыщики периодически, точнее как капаю пару капель на ватный диск с тоником и протираю. Вот. И очень хорошо работает на активное воспаление, если нужно подлечить. Что я хочу сказать по поводу этих пилинг-пэдов. Это неплохой бюджетный вариант таких кислот, от которых вы не сойдете с ума. Лично у меня кожа не полезла хлопьями, не стала сильно шелушиться, но постакне потихонечку-потихонечку вкупы именно с этими пэдами уходить стали лучше. Заслуга это их, либо заслуга это комплексного ухода, я не могу сказать. Но в принципе без них, наверное, было бы это все медленнее, потому что все-таки АХБХ хорошо работают в правильной концентрации на моей коже. И здесь я могу сказать, что как вариант, как что-то для знакомства, сложно говорить про кислоты и их советовать, потому что у каждого человека по-своему может быть реакция на кожу, на кожу и всякое может быть. Поэтому будьте очень аккуратны и лучше, конечно же, все-таки разговаривать со своим косметологом и не слушать прям кивать и слушать советы всяких блогеров, потому что что? Потому что все мы разные. Я говорю сугубо из того, что подходит мне. Но здесь они не очень активные, как по мне. У меня подруга моя брала, у нее тоже достаточно такая своеобразная кожа, немножко вылазят тоже какие-то проблемы, бывают пятнышки. Она сказала, что у нее больше шелушится кожа, она, говорит, тоже почувствовала эффект. Поэтому смотрите, сами бюджетные в мире вообще на акции бывают. Вот, я думаю, что сейчас во многих магазинах доставки, типа там в Космо, наверное, и так далее, в Валберис какой-нибудь тоже должны быть. Вторые пэды. Со вторыми пэдами я вас уже знакомила 100%. Я помню, я говорила, и я не могла не сказать. Я вроде как бы даже пост писала. Черт, я в голове держу очень много мыслей. Мне всегда кажется, что я очень много говорила и много делала. А по факту не факт. Короче, это мои любимые на данный момент пэды-минутки. Азулен невероятно круто работает с моей кожей. И правда, вот расширенные поры, как будто бы их немножечко так подстегивает. Какие-то нюансики в виде шелушений с этими пэдами проходят быстрее. Они очень сильно пропитаны. Пропитаны эта тоненькая-тоненькая такая салфеточка. Пропитки здесь очень много. Можно, я не знаю, мне кажется, еще упаковку таких дисков туда положить и использовать. Я с удовольствием ими пользуюсь. Как такой маской перед сном, минуткой. Либо если, например, снимаю в течение дня какие-то макияжи, либо что-то делаю, чтобы просто немножко соц такое средство быстренькое, чтобы как-то поднапитать кожу. Короче, Петитфи молодцы. С Петитфи у меня хорошее отношение. Патчи под глаза у них мои любимые. И вот эту штуку я стопроцентно повторю еще раз. Потому что это вот, я не знаю, какая-то, кажется, ерундистика в баночке на диске. А по факту на коже, на моей, очень хорошо работает. Честно, я вот сохранила просто этот пакетик, потому что я вот им пользовалась. Это мои Исланд. Это вообще как бы скраб. Он такой, как сливосахарный такой. У него очень-очень мягкие вот эти абразивные частички. Здесь идут БХ кислоты, АХА, и, короче, все кислоты сразу вместе, вот в этой вот малютке. И получается как, в упаковке, в самом стакане таких штучек 12. И их можно использовать, ну, я не советую чаще, чем раз дня в 3-4. Вот, ну, как они невероятно вычищают кожу, вычищают поры. Я могу нанести на какое-то время, оставить вот прям как маску, походить, потом смыть. Очень крутой эффект. Сразу говорю, после них очень хочется увлажниться. Но обязательно свой сразу, весь уход доставайте, наносите. Кремушки, ну, тоник, крем, можно даже сыворотку. Просто чтобы на вот эту вычищенную кожу дополнительно добавить всякого хорошего. И тогда вы кожу не узнаете. Особенно если вы пройдете курсом, вот эту вот мелочь, кажется, да. Я, вот, я не знаю, мне кажется, я вот сколько отзывов видела, столько, только хороших о них и было. Я не видела ни одного человека, который бы написал, что, типа, ни о чем. Всем прям вот нравится. И я в том числе. И уже непосредственно к самим маскам. Наверное, больше всего впечатлившая меня за последнее время. Это маска гликолевая с тыквой. Я не буду коверкать этот бренд, но все его знают. Даллоу, наверное, он называется. Ну, во-первых. Во-первых, не знаю, как, кому, но мне очень нравится оформление. Мне безумно нравится. Ой, ткнула себе по нос. Ее аромат. У меня там вот буквально совсем чуть-чуть осталось. Оно у меня заканчивается. Это мне грустно-грустно. Потому что заказать ее можно на iHerb. А сейчас, на данный момент, я не рискну пока заказывать ничего нигде. Потому что этот геморрой с доставками долго и так далее. Короче, не суть. Закажу попозже. Но это просто бомба. Это просто... Вот, да. Кожа после нее невероятно крутая. У нее очень активный, богатый состав. Она может на коже немножечко пощипывать. Но меня это не напрягает. Потому что это пощипывание очень быстро проходит. И оно не такое дикое, от которой просто очень больно или еще что-то. Мне даже нравится этот эффект. И кожа после этой маски такая прям мягенькая. Ну такая прям кайфовая. Если вы используете ее курсом, то вот она очень хорошо справится с постактной, с пигментными пятнами. Со всей этой историей. И она выравнивает рельеф. Вот просто, не знаю. Вот, наверное, любимее ее нет. Сейчас маски в плане очищения, в плане вот такой вот прям артиллерии мощной. Точнее, для очищения как раз таки есть. Именно для работы с пятнами лучше, наверное, все-таки у меня пока еще не было. Вот, в ней еще мой любимый мед Манука, который на моей коже невероятно хорошо работает. Но имейте в виду, здесь такой состав, который, возможно, не всем подойдет. Сама стоит в районе, по-моему, 12 долларов за 50 грамм. Баночка небольшая, но, несмотря на это, в принципе, расход у нее достаточно экономичный. Если курсом проходить, то думаю, что месяца на два вам хватит. А за эти два месяца, думаю, вы уже почувствуете эффект прям 100%. Уже не отходя от кассы про очищение, это моя первая маска Glam Glow. И очень удачно она мне попалась именно такой, потому что сработала она просто охеренно. Сразу говорю, здесь в ней достаточно такие жесткие есть частички, потому что здесь вот в ней сами скрабинки достаточно жесткие. Плюс в ней есть такие прям листочки большие. Это Glam Glow, Youth Mood, она просто стимулирует вашу кожу работать. Серьезно. Вот вы чувствуете, я не знаю, я на самом деле тот человек, который любит чувствовать эффект маски на лице. То есть то, что я там, например, наношу масочку, она такая, типа, просто полежала сверху, и никакого ни покалывания, ни пощипывания не было. Только, что, вообще было что-то сегодня или как? Или вообще? Не знаю, это мой какой-то отдельный пунктик. Напишите, если кто-то есть такой же, как и я, потому что я, если не чувствую какого-то эффекта, мне кажется, что эффекта нет, хотя на самом деле это не так. Короче, это своего рода шлифовка на дому получается, потому что у меня прям реально чуть ли не верхний слой черных точек такой, да, сведули, я пошел. Прям супер гладко чувствуется, ощущается кожа. Она действительно такая дерзкая и мощная, и ее бы я не стала использовать прям супер часто. И по поводу листиков, да, там реально зеленый чай в составе, вот эти листочки прям у вас на лице потом расправляются, и вы можете дополнительно себя помассировать, но будьте аккуратными. Вот, дорого, да, эффективно, лично на мне, да. А будут свободные деньги, и попадется мне под руку, я, скорее всего, повторю. Несмотря на то, что это прям дорогая покупка, но все-таки красивая кожа стоит того. Поэтому вот эту маску предыдущую я буду с периодичностью покупать, да, да, да. Стало прям очень-очень холодно, я включила печку, немножко погрелась, потому что на балконе прям дубак. Но что поделать, продолжим не люксом единым. Все-таки надо вам показать что-то другое, и я не буду мной, если не покажу вам в очередной раз вот эту вот маску. Говорила про нее и про зеленую, и, кстати, очень сильно постараюсь не забыть вам прикрепить видео про эти три маски. Там черная, зеленая и розовая. Так вот, я черную не особо заценила, а розовую и зеленую, повторяю уже раз третий. Я ее могу использовать через день буквально, вот, например, меняю тканеву какую-нибудь на вот эту, чуть ли не курсом там бомбить, пока вот не закончится тюбик. Мне очень нравится эффект, она не сушит кожу, и она не сохнет на лице. Знаете, как бывает глина, от которой прям дико некомфортно. Это супер-супер комфортная маска за буквально три копейки. Про нее говорила, говорю, буду говорить. Она безумно мне подходит, безумно мне нравится. И, как показала практика, все те, кто купили ее по моему совету, не разочаровались. То есть, кому-то она, может быть, показалась ни о чем, ну, обычная, ну, на мой взгляд, что-то намазала, все. А кто-то прям разделил мою любовь и покупает ее часто. Такого, чтобы прям она навредила, не было точно. Ну, по крайней мере, мне об этом никто не сказал. Поэтому я от души вам рекомендую присмотреться к пропеллеру. Это мультимаскинг, прям да. Еще одна малышка. Мы с вами о ней разговаривали уже, по-моему, достаточно давно. Но вот эта маска тоже на повторе. Это доктор Канопкес. Охлаждающая фейс-маска. Она освежает, она охлаждает, она смягчает кожу. Она вот в ней всего и по чуть-чуть, и понемножку. Это та тема, когда вот вы, например, нормальный осознанный человек и минимизируете тканевые маски. Я не могу себе этого позволить, потому что я слишком большой фанат тканевых и гидрогелевых масок. Но если вы человек, который купил один тюбик и вот будет им пользоваться, вы молодцы, я вами очень горжусь. И вот вам вариант классной маски. Вот она такая, немножко пробуждающая, немножечко освежающая, немножечко смягчающая. То есть вот в ней все в меру, и это все в меру очень хорошо в комплексе работает с вашим уходом. Безумно ее люблю. И я реально вот прям, закончившись, куплю себе новую однозначно 100%. Две масочки для тех, кто плюс-минус с Эрифлейм дружен. Может быть, там есть кто-то, кто вам заказывает, либо у вас самих какие-то там возможности есть заказывать. Ну, либо я знаю, у них же есть просто интернет-магазин. Теперь, короче, неважно. Это Love Nature, это две маски, одна для сухой, другая для нормальной кожи. Я маску для сухой кожи на самом деле сейчас использую с удовольствием просто потому что. Почему? Потому что сейчас мы сидим, по возможности, больше дома. Батареи еще не отключились, слава богу, потому что безумно, вот, например, сегодня холодно. И у меня просто кожа превратилась в свое время в какой-то сухофрукт, изюм и мерзость какую-то невозможную. И она меня спасала, вот прям намазал и пошел. И ходи. И потом вспомнил, что она у тебя есть, можешь чуть ли не ватным диском протереть. И все. Классная. Она с ягодами Годжи. Очень приятно напитывает, увлажняет, смягчает кожу, короче, да, можно смотреть. И вот вторая маска скраб, скрабирующая частица, здесь очень мелкие, очень нежные, очень такие аккуратные. Она получается с кокосовой водой, очень приятный аромат такой тонкий. И здесь нету такого какого-то дикого эффекта очищения, но в то же время она не просушивает вашу кожу. Короче, это вот тоже какая-то такая база а-ля вот такого плана. Но эту я люблю прям сильно-сильно и с ней сильно заморачиваться не надо, просто найти. А здесь, если вы как-то с Арифлэмом дружны и будете какой-то заказ делать, закиньте, потому что я думаю, что вам она понравится. Да. Кстати, действие этих двух масочек предыдущих, их буквально на 2-3 минутки можно наносить и смывать, не обязательно держать их долго. Это прям такое средство, которое быстренько нанес, походил и смыл. Ну и куда же без тканевых масок, я покажу вам свои любимые. Любимая очищалка, это Беррисом, маски, которые с содой, которые бурлят, которые такие пш-пш-пш, и пенка у вас на лице. Это, конечно, не маска, которая очистит вам поры и вытолкнет всю грязь. Знаете, вот если у вас поры такие забитые, которые прям только чистка руками поможет, нет. Мягко, нежно, очень деликатно, но в то же время вот верхний слой выравнивается, и сам внешний вид от этой маски, общий вид, внешний вид, у вас прям освежается. Короче, мне безумно нравятся вот такие вот штучки, я с периодичностью их использую. Тканевые маски, которые советую брать вам, если увидите, это Виа Бьюти. Я не раз о них уже говорила, я достала именно вот это, оно у меня в запаснике лежало. Она с тибетскими травами тонизирует, увлажняет, оздоравливает кожу. Вот именно вот эту фиолетовую я, ну, наверное, чаще всего повторяю. Еще вторая зелененькая, но ее сейчас нет у меня в наличии, чтобы вам показать. Очень классные маски, однозначно, да, могу рекомендовать. Очень много пропитки, я чуть ли не все тело потом могу намазать этой сывороткой, зону декольте, плечи, вот это вот все. Я люблю на ноги потом еще намазать остатки. Короче, она в составе с коллагеном, она подтягивает, она хорошо напитывает кожу, увлажняет. Короче, для тканевых масок за бюджетные денежки она одна из моих любимых. Совсем бюджетные, это маски бренда Medius, у меня здесь склеенная. Одна зелененькая, другая такая розовая. Вот, она получается здесь идет у нас с усиленной зоной подбородка. Это очень круто для тех, у кого, как у меня, овал, например, поплыл и вот прям курсом проходить очень здорово. Вот эта маска, она идет, хорошо прорабатывает поры. Здесь еще идет пэт в комплекте, которым вы сначала очищаете свою кожу. Ну и вот эту серию я заценила. Это SOS серия. Это обычная тканевая маска, усиленный состав. И вот непосредственно на то действие, которое вам нужно, выбирайте. Там есть прям увлажнение, уход за порами, восстановление, лифтинг и так далее. Короче, на выбор то, что вам нужно. У меня здесь, например, успокаивающая маска. Вот, например, классно ее делать после вот чего-нибудь такого. И прям тогда комплексно получается просто пушка, бомба, пулемет. Вообще, Medios один из брендов, которые я часто беру для себя, для кожи. Мне очень подходит. И вы часто видите их в пустых баночках в прямом эфире. Стандартно всегда, когда я делаю прямой эфир, у меня хотя бы несколько этих масок есть. И вот они в запасе, вот в холодильнике у меня тоже лежат. И, собственно говоря, все. Я безумно надеюсь, что видео было интересным, полезным. Можете написать какие-то свои вопросы, потому что я очень общо прошлась по всем продуктам, которые мне хотелось вам рассказать. О которых мне хотелось вам рассказать. Но, возможно, я, как обычно, упустила что-то важное. Поэтому задавайте вопросы, раскрою тему. И напишите в комментариях, о чем бы вы хотели посмотреть в ближайшие ролики. Сейчас, на данный момент, не так много чего я покупаю. Просто потому что не так часто я вообще вылажусь дома. Если вылажу, то только прям целенаправленно на поработать. Либо целенаправленно с маской на морде сходить в магазин. Либо в ближайшую милу забежать. Ну, там, за чем-то прям таким срочным. Вот, поэтому пишите, что интересно, о чем поговорить, что снять, что показать. В инстаграме тоже пытаюсь активничать, как могу. В общем и целом, все, что могу, то могу. Спасибо большое за внимание. Мы с вами увидимся уже очень скоро в следующих видео. Если, кстати, хотите прямой эфир на какую-нибудь тему, то тоже дайте знать. Все, целую, обнимаю. Пока-пока.